Модерна И даже где-то вызывают у них Сожаление, что не они Во всем этом участвуют О чем посторонние не догадываются Это о том, что в песочной Движухе Евы не участвуют Не только они, но и примерно 80% населения Игры, из числа проживающих В так называемых хайсеках Данное слово является Производным от английских High Security И означает звездные системы с высоким уровнем Безопасности. Агрессивных Игроков здесь отстреливает полиция Поэтому обычным Евовским Казуальщикам можно практически Не опасаться за судьбу своих Кораблей и иного имущества Однако жизнь Вдалеке от Звездных войн Полна рутины и скуки Поэтому и сокращается население Нового Эдема А CCP ломает голову над тем, чем бы Таким ей заинтересовать хайсечного Обывателя, чтобы тот Задерживался в игре подольше Очередной такой попыткой Станут ресурсные войны Которые появятся в Ив Онлайн 24 октября с выходом Обновления Lifeblood Согласно описанию, ажиотажу Вокруг добычи полезных ископаемых Поддались пиратские NPC Фракции, Гуристас и Кровавые Рейдеры. Снарядив Передовые оперативные базы Они заполонили пространство хайсеков И местные власти ничего не могут С этим поделать Поэтому, как всегда, просят помощи У игроков-капсулиров Как это обставит геймплейно Пока можно лишь догадываться Думаем, что снова будут собирать флоты Жителей хайсеков на борьбу с пиратской угрозой А жители хайсеков сборы снова проигнорируют Но будем рады ошибиться в своем прогнозе Впрочем, содержанием Lifeblood Станет полная переделка механики Добычи ресурсов из лун И их переработки Игроки смогут строить и эксплуатировать Новые добывающие комплексы Также обещают модернизацию кораблей Доступных фритуплейным игрокам Так называемым альфа-клоном Чтобы тем интереснее игралось Наконец, в игре появится Подарочный линкор Marshall Но, увы, исключительно для тех Кто купит билеты на фестивали Ив Вегас и Фанфест Когда-то корейская Blue Hole Ассоциировалась в основном С MMORPG Terra Но после сногсшибательного успеха Player Announce Battlegrounds Ситуация поменялась Остался непоколебимым, однако, тот факт Что Terra до сих пор живет И процветает Регулярно получая обновления от разработчиков Эти обновления затем доходят И до русской версии И как раз 6 сентября так и случилось Главной темой апдейта стало новое подземелье Рулетка Демороса Деморос – это не член Демократической партии России А какой-то местный затейник Имеющий отношение к пропажам жителей Игрокам в группе из 5 человек 65 уровня Необходимо отправиться в подземелье И объяснить шутнику, что он неправ И шутки у него дурацкие Наградой за решение данной проблемы станут Бижутерия, материалы для изготовления снаряжения Материалы для зачарования Редкий алкогест И прочие слезы богини Также обновление добавило в игру Парочку ценных предметов Внесло коррективы в баланс классов Закрыло подземелье замок парадоксов И исправило ошибки локализации С момента выхода Dark and Light Не прошло и двух месяцев Но какие-то выводы об успешности Или наоборот Уже можно сделать И пока ситуация не то чтобы оптимистичная Ежедневный онлайн Согласно статистике Steam Упал более чем в три раза С момента релиза И настроения у игроков не очень радужные Среди них укрепилось мнение Что разработчики не понимают В какую сторону им надо двигать проект Поэтому мечутся из одной крайности в другую Раздражая этим любителей и PvP и PvE геймплея При всем при этом игра до сих пор полна багов и лагов Хотя нельзя сказать что в Dark and Light совсем ничего не происходит Регулярно выходят патчи Вносят изменения в баланс А этой осенью и вовсе ожидается Первое крупное контентное дополнение Сведений о нем практически нет Зато есть короткий тизер В котором можно разглядеть горно-зимнюю тематику Конный бой, здоровенных циклопов И какие-то осады Но останется ли кто-нибудь на серверах К моменту выхода дополнения Вопрос отдельный Крупнейший, наверное, скандал в истории ММО Случился в Ив Онлайн В годы Великой Войны Между гунами в союзе с российским Red Alliance с одной стороны И альянсом Band of Brothers с другой Тогда сломавший закрытый форум B.O.B. Хакер выяснил, что в рядах альянса состоит сотрудник CCP Использующий свое служебное положение с выгодой для соратников по игре CCP косяк за собой признала и сотрудника с позором уволила Но еще долго игроки не верили разработчикам, когда те отрицали, что подсуживают тому или другому крупному альянсу Альбион Онлайн многие сравнивают с Евой из-за схожести геймплейных элементов Однако, как выяснилось, схожие игры не только по этому параметру Один из членов крупной гильдии Money Guild выступил на форме Reddit с обвинениями в адрес своего руководства А также некоего сотрудника Sandbox Interactive Который якобы тоже состоит в гильдии и выдает ее офицерам конфиденциальную информацию Например, о содержании ближайших патчей Этот же сотрудник-негодяй пристроил то самое гильдейское руководство в качестве закрытых тестеров И они теперь узнают о готовящихся в Альбион изменениях раньше всех Что опять-таки дает Money Guild несправедливое преимущество SBI в ответ на обвинения признала, что в самом деле проводит закрытое тестирование до того, как выложить их на тестовый сервер И в самом деле привлекает к таким тестам проверенных временем игроков Но делает это исключительно для блага игры и ее пользователей Компания допустила вероятность утечки данных с тестов и пообещала найти виновных А также поклялась отныне рассказывать о том, что именно тестируется и для чего Однако при этом категорически отвергла любую возможность незаконной помощи от своих официальных сотрудников каким-либо гильдиям игроков Да, разработчики иногда играют в Альбион онлайн для лучшего понимания геймплея Но ни в какие гильдии они не вступают и никакого влияния на ситуацию в игре не оказывают Однако подозрение игроков это не развеяло И представителя Сэндбокс на Reddit завалили обвинениями и отрицательными отзывами Игре скандал, впрочем, может сослужить добрую службу Ибо доказывает, что политические страсти в ней кипят нехилые А народ такие вещи любит Количество поддержавших PvP-песочницу Crowfall постоянно растет, как и их общак Сейчас это уже более 212 тысяч человек и более 12,5 миллионов долларов Понятно, что все эти люди и деньги с нетерпением ждут начала массового тестирования и приглашений туда Разработчики, однако, никаких дат до сих пор не назвали Зато продолжают травить байки о ходе разработки игры Сейчас они занимаются весьма важным делом Испытывают новую систему осад Осады будут основной частью будущих военных кампаний в противоборстве трех фракций Порядка, хаоса и баланса При этом порядок и хаос будут друг друга ненавидеть А баланс следить, чтобы ни одна из ненависти не одержала полную и окончательную победу Для этого фракция может открыто помогать проигрывающей стороне Сама захватывать владения, чтобы оградить их от посягательств Или просто смотреть и ничего не делать Словом, все будет вращаться вокруг упомянутых владений, которых пока два вида Форты и крепости Первые достаточно невелики и предполагается, что их будут осаждать походя Между делом, что-то вроде собрались пацаны и решили развлечься Крепости совсем другое дело, и их захват окажется сопряжен с серьезными ритуалами Для начала крепость необходимо сделать своей собственностью Для чего понадобится посадить в ней дерево жизни Чтобы его посадить, потребуется золотое яблоко Которое можно найти или добыть в ходе стандартной охоты на ресурсы Далее дерево жизни разрастается и обеспечивает контроль над крепостью Провоцируя другую фракцию или фракции на ответные осадные действия Чтобы начать осаду, тоже нужно дерево Погибели для деревьев жизни Посадить его можно с помощью золотого яблока и особого осколка Добываемого, опять-таки, в ходе сбора ресурсов И после того, как оно даст всходы и разрастется Начнется основное развлечение К услугам штурмующих будут катапульты для разрушения стен У защитников тоже окажется какая-то машинерия А победит тот, кто первым уничтожит вражеское дерево Разумеется, для баланса системы тестируются различные таймеры Вроде подготовки к осаде или неуязвимости для нападения А также иные элементы данной механики Но о них пока рассуждать бессмысленно Ибо все неоднократно еще поменяется Что ж, это все на сегодня Занимайтесь посадкой деревьев И кидайте фантики только в урны С вами был Глеб Мещеряков До скорых встреч на stopgame.ru Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»